Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Особое мнение» с Александром Грантом. В этой передаче вы, наверное, кто удовлетворит себя, а кто, наоборот, воспримет это достаточно негативно. Но, так или иначе, мы обсудим одно из особых мнений по поводу одной из особых неприятностей, периодически посещающих наш мир. Должен вам отметить, что эти неприятности, которые носят уже апокалиптический характер, я погружаю в русло моих постоянных, ну, слава богу, не очень частых передач с вольнодумцем Егором Хохлачевым, с которым мы создали уже своеобразную конюшню на манер апокалиптических четырех коней. Итак, в этой конюшне у нас стоит белый конь чума, рыжий конь война, вороной конь голод, бледный конь смерть. И недавно мы с ним добавили пятого коня железного, который назвали искусственный интеллект, а сейчас только о нем и говорят. И вот появился шестой конь. Шестой конь, который я условно называю сивка-бурка, вещая-ковурка, по имени ненависть. О ненависти сейчас только и говорят, потому что она вспыхнула с очередной и совершенно неожиданной силой на фоне того, что произошло в Израиле и продолжает происходить в его части, которую силами международного общественного мнения окрестили полоса газа. Форусский сектор газа, против чего я активно протестую, потому что это и есть полоса, то есть стрип, а сектор – это часть круга. Но это, так сказать, для невежки. Итак, сивка-бурка, вещая-ковурка. Но поскольку мы, а это я и Егор Хохлачев, то и сегодня он будет моим собеседником. Егор, здравствуйте. Доброе утро. И должен вам сказать, что я, в общем-то, сведомо, но не по совету Егора, решил окрестить эту конюшню не его именем, а именем Сёрина Кьеркегора, датского философа и теолога XIX века, среди трудов которого есть произведение «Страх и трепет», что, в общем-то, полностью укладывается в то, о чем мы будем говорить. Опять-таки, мы говорить-то будем, исходя из того, что произошло в Израиле и продолжает происходить там, с перекидом на то, что с неслыханной силой разразилось у нас, я имею в виду выступление под вечным знаменем антисемитизма, и так далее. Но сначала вот последнее сообщение. В воскресенье в Бруклинский уголовный суд доставили арестованную накануне 20-летнюю Мелиссу Угур, которую обвинили в нападении, в незаконном владении оружием и угрозах, после чего освободили без залога, обязав явиться в суд 18 января, ну, вы сами понимаете, следующего года. Из обвинения следует, что примерно в половине третьего дня в субботу, закутанная в черную паранджу Мелисса с ножом, отдирала им со стены дома на авеню Н и ИС-23-й стрит в районе Мидвуд листовки с портретами и данными заложников, захваченных бандитами Хамаса 7 октября в Израиле. Когда к ней подошел неназванный 48-летний доброволец местной еврейской дружины Шмира Public Safety и вежливо поинтересовался, почему она это делает, Мелисса пригрозила ему ножом и приснула в лицо перцовым газом из баллончика. Прибывшие на подмогу дружинники его коллеги и полицейские задержали ее и доставили в участок. Вот что двигало этой юной дамой 20 лет. Конечно, ее одежда, паранджа намекают на то, какого она происхождения, но она в участке давала такие сбивчивые и непонятные объяснения своего поступка. В частности, она сказала то, из чего следовало, что она не очень понимает, кто кого захватил заложниками. То есть ей двигала вот эта самая ненависть. Страх и трепет. Итак, Егор, сегодня мы займемся этим обсуждением, но сначала я, так сказать, введу исходное. Итак, что такое гнев? Это отрицательно окрашенная эмоция и реакция, выражающаяся в недовольстве каким-либо явлением, негодованием или возмущением, возникающим у человека в результате действий объекта его гнева. Что такое ненависть? Интенсивное, отрицательно окрашенное деструктивное чувство, отражающее неприятие, отвращение и враждебность к объекту ненависти. Что такое социальная ненависть? Ненависть как чувство группы людей. Это чувство сопровождает тяжелейшие конфликты в обществе, беспорядки, войны, геноцид, и является одной из причин дискриминации. Ненависть и побуждение к ненависти в разных странах могут в некоторых случаях рассматриваться как отягчающее обстоятельство при преступлении или как самостоятельное преступление. То, что у нас называется hate crime. Но существует понятие, когда ненависть может диктоваться как смягчающее обстоятельство. И вот, когда в прошлую субботу в Вашингтоне прошел вот этот многотысячный слет, или как я его могу назвать, шабаш, Палестинолюбов, там провозглашались разные лозунги. В частности, там был несколько удививший, но отнюдь не прозвучавший для меня неожиданностью лозунг сопротивление, resistance – это не террор, и праведный гнев – не ненависть, а любовь. Почти по Оруэлу, да. Вот как это понимать? Праведный гнев – не ненависть, а любовь. Ну, чем парадоксальнее, ты вспомни выражение императора Тертулиана, что верую, ибо абсурдно. То есть, чем абсурднее, тем люди охотнее в это верить. И, учитывая, какая сегодня тема нашей с тобой передачи, я боюсь скатиться в какое-то упрощение. Проблема в том, что попытка дать простой ответ на сложный вопрос – это путь к фашизму. Понимаешь? И тема сегодня у нас действительно сложная. Сложная в том смысле, что истоки ненависти, где ее искать, и причины почему. На самом деле ненависть, она присутствует... В данном случае ведь так оно и есть. Ведь сторонники Хамаса, не то чтобы сторонники, а не противники Хамаса, они как раз и утверждают, что ненависть к израильтянам, она оправдывается любовью к палестинцам. То есть, ненависть и есть любовь. Да, но... Просто адресаты. Поскольку любая ненависть – это конфликт между двумя сторонами, то, проявляя ненависть к одним, ты действуешь из любви к другим. Абсолютно. Но, слушай, изначально, с самого начала времен, все это творилось. Давай вспомним с тобой крестовые походы. Под какими лозунгами проходили все эти крестовые походы? Во славу Господа. Господа, да. А фраза «Аллах Акбар», которая вот сейчас строго вот у нас укоренилась в сознании с кличем каких-нибудь самоубийств, да, которые перед тем, как взорвать себя где-нибудь влюблено. Это во имя Господа. Во имя Господа. То есть, опять же, это все во имя какой-то некой высшей любви к чему-то божественному, во имя любви. Все во имя любви творится. В свое время точно так же кричали Александры Матросовы за Родину, за Сталина. Да, ну, меняются времена, меняются идеологии, но смысл, подоплека идеологическая, она остается, к сожалению, той же самой. Просто нам подменяют все вот эти вот понятия, но прикрываются все той же самой любовью. Кстати, ну, я уже выяснил, что это фейк, что не так давно проскочила эта новость, якобы, что Всемирная Организация Здравоохранения признала любовь как некое заболевание. Полностью согласен. Ну, в принципе, по всем признакам так оно и есть. И на самом деле в немецкой, в английской школе медицинской в начале 19 века действительно любовь, она определялась как заболевание, потому что человек переставал себя вести нормальным образом. Причем, более того, счастливая любовь – это неизлечимое заболевание. Абсолютно. И мы можем вспомнить с тобой Пушкина «И узнаю по всем приметам болезнь любви в душе своей». Я вас любил так пламенно, так нежно. Да, 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 именно. И, соответственно, ненависть, она тоже патологическая. То есть ненависть несет в себе вот эти вот все признаки этой самой патологии. Помнишь этот фрагмент из фильма «Мимино», где в суде они там, что «Правда, что подсудимый испытывал неприятие к потерпевшему?» Да, говорит, он испытывал такое неприятие, что я кушать не могу. Помнишь, да? Вот так и здесь. Так вот, коль скоро мы начинаем копаться в классиках, то был такой господин, которого ты наверняка знаешь Эрих Фром, знаменитый, так сказать, современник Фройда. Основоположник. Да, основоположник психоанализа. Так вот он сказал, что для человека, в отличие от всех других живых существ, характерны гиперсексуальность и гиперагрессивность. Что, в общем-то, чисто животное чувство, потому что все мы произошли, кто от какой зверюшки. И я все понимаю, что самцы – это первородные агрессоры, поскольку цель их существования заключалась в добыче пищи для себя и своей семьи, а самки уже не такие агрессивные, во всяком случае, были до недавнего времени. Сейчас они во многом перехлёстывают самцов. Но их первородной задачей было сохранение семьи, рода, воспитание детей, сохранение огня в пещере и так далее. Поддержание домашнего уюта. А человек гиперсексуален и гиперагрессивен. Вот может этим и объяснить то безобразие, которое сейчас происходит? Ну, я думаю, что с тобой бы согласился, безусловно, Конрад Лоуренс, который написал «Агрессия» или так называемое «Зло». Причём Конрад Лоуренс – это выдающийся был, безусловно, зоолог и зоопсихолог, кстати, лауреат Нобелевской премии. Даром, что нацист, ну, в смысле, он был приверженцем идеологии нацизма, за что в 2015 году был посмертно лишён почётной докторской степени университета в Зальцбургске. Так вот, у него был вот такой труд, основополагающая агрессия или так называемое «Зло», в котором он писал, что у животного, даже не принадлежащего к привилегированному классу млекопитающих, исследование обнаруживает механизм поведения, которое соединяет определённых индивидов на всю жизнь и превращается в сильнейший мотив, определяющий все поступки, который пересиливает все животные инстинкты. Голод, сексуальность, агрессию и страх. И создаёт общественные отношения в формах, характерных для данного вида. То есть у людей складывается на основе любви и дружбы в самом чистом и благородном проявлении, вроде бы как без ненависти. Но агрессия нам нужна, и ненависть нам нужна, точно так же, как без света мы бы не знали, что такое тьма, точно так же, без ненависти мы бы не знали, что такое любовь. То есть в своём труде Лоуренс приходит именно к этому выводу, что ненависть, она прежде всего необходима нам для выживания. Ведь то, что происходит сейчас, кстати, мы с тобой уже установили, что в русском языке появилось слово «хейтер». Хейтер уже можно впишется по-русски, то есть ненавистник. Причём ненавистник – это не совсем хейтер. Хейтер – это что-то чуть-чуть другое. Это носитель ненависти. Объективный носитель ненависти. Человек, заряженный минусом, допустим. Вот то, что сейчас происходит, вот когда я упомянул про эту Мелису Угур, несколько дней назад газета «Нью-Йорк-Пост» вынесла на первую полосу гигантский заголовок. «Love some anti-Israel vandals rips a hostage pictures». То есть вот это поголовное явление, когда и у нас в Соединённых Штатах, и в других странах ненавистники срывают со стен плакаты с именами и данными людей, захваченных заложниками, заложники хамасовцами и доставленными с территории Израиля в газу. Сейчас, как вы все знаете, в общем-то, под текстом того, что диеты сознают сами израильтяне, что под текстом той операции, которую они проводят, является сначала уничтожение, полностью уничтожение и физическое уничтожение Хамаса как боевой единицы, а второе, а во всяком случае некоторые это считают первым, это освобождение вот этих самых 241 заложника, среди которых есть и израильтяне по гражданству, и иностранцы, включая американцев, но, наверное, все-таки все евреи. Так вот, освобождение заложников и любовь к убитым детям, палестинским, про израильских речь не идёт. Тех детей, которые погибли в полосе газа в результате бомбёжек, ракетных ударов и действий пехоты, армии обороны Израиля. Вот во имя их и в память о них, то есть из любви, эти люди проникаются дикой ненавистью, и во имя этой любви совершают продиктованные ненавистью поступки. Вот то, что депутат Ассамблеи Джеффри Диновиц, это наш демократ из Бруклина, из Бронкса, вернее, он в Ривердейле живёт, он назвал это совершенно необъяснимым явлением, то есть объяснимым, но он говорит, unimaginable, невообразимым для него явлением, для Америки 2023 года. И он назвал это психологией ненависти. Вот это hate psychology. Это уже, понимаешь, я бы мог пригласить в свои собеседники сегодня психиатра, но, опять-таки, я это не считаю болезнью. Это какое-то состояние человека, в котором мы с тобой уже пытаемся разобраться, как мы раньше пытались разобраться в других египетских казнях, которые накажены на человечество. Я тебе хочу сказать на это всё. Существует такой, в той же психологии, такое понятие, как синдром кролика, синдром зайца. Этот эффект, он выглядит следующим образом, в экспериментальном, допустим, виде. То есть, когда ты едешь по дороге ночью, и в свет твоих фар попадает, то есть тебе под колёса обыскакивает, он не уйдёт из луча. Он не уйдёт из луча. То есть он находится в этом луче, и он оказывается вот в этой самой ловушке, потому что куда прыгать, он не видит. Он находится в этом луче. Точно то же самое происходит сейчас с нами, со средствами массовой информации, которые на самом деле берут, допустим, отдельно взятый случай, и этот случай, он просто как под микроскопом вырастает до совершенно невероятных размеров. Просто невероятных. То есть мы рассматриваем мельчайшие детали этого конфликта, и понимаем, что мы находимся вот в этом самом луче, луче ненависти, из которого мы не можем вырваться. Мы просыпаемся утром, включаем радиоприёмник, и мы слышим об этой ненависти, включаем вечером телевизионный приёмник. Так вот, один из последователей Эриха Фрома, он написал, что в отличие от всех других живых существ, агрессивность человека можно стимулировать промыванием мозгов. Абсолютно. Это то, что ты только что сказал. Ну, вспомни, у Орелла это было пятиминутки ненависти. Вот эти люди специально собирались вместе, чтобы чувствовать общность, чувство локтя, и вот ненависть. То есть они эту ненависть в себе не просто взращивали, они её тренировали, как некий орган, как качали какую-то мышцу ненависти. Понимаешь? Ну, когда вот один из бывших главарей Хамаса провозгласил, там недавний день всемирным днём джихада, и по всем городам мира, во всяком случае, там, где есть вот эти ростки радикального исламиза, прошли вот эти массовые пятиминутки ненависти, где больше, где меньше. А у нас в Нью-Йорке особенно, и когда на улицы выходили и по 20 человек, и по 200 человек, и по 2000, а в Вашингтоне по 200 тысяч, это пятиминутка гигантской ненависти. Ну, это целые часы, да. Причём она-то уже, понимаешь, она перехлестнула через объекты ненависти. Это уже стали не солдаты армии Цахала, армия обороны Израиля, и не правительство Израиля, и не население Израиля, а евреи как таковые. К сожалению, да. К сожалению, давай будем честными. Вот это вот... Это... Я сейчас вспоминаю... У Стругацких был этот роман под названием «Обитаемый остров». Да-да. И там были вот эти вот... Как же их звали-то в романе? Те, которые были невосприимчивы к излучению. Помнишь? Нет, уже не помню. То есть были люди, которые, так сказать, их постоянно облучали, постоянно подавляли их волю с помощью специального излучения, а были люди, которые были невосприимчивы чисто генетически. И эти люди были неправильные. Тут были люди такие, диссиденты, от которых старались избавиться, которых сажали в лагеря, в тюрьмы и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что среди наших зрителей, среди наших радиослушателей есть люди, которые невосприимчивы к вот этой вот самой ненависти, а которые видят, что, к сожалению, вот эта трансляция ненависти, она на самом деле происходит и с той, и с другой стороны. Знаешь, среди моих близких, знакомых, друзей среди таких нету, но немало людей, которые просто напрочь перестали смотреть телевизор. Ну, я имею в виду, мультяшки, наверное, они смотрят. Нет, это правильно, да. И художественные фильмы они смотрят. Но новостные передачи и аналитические беседы напрочь исключены из их слухового восприятия действительности. Они просто не хотят, сознательно не хотят перегружать себя вот этой информацией, которая превратилась в промывание мозгов. Что с одной, что с другой стороны. Нет, они поступают, кстати, примите это как рекомендацию от Александра Гранта, что нужно, безусловно, следить за своей психологической гигиеной. Я считаю, что смотреть нужно только рекламу и то на нашем канале. Ну, я думаю, что у нас есть еще несколько программ, которые имеет смысл смотреть, но озвучивать их мы пока не будем, потому что можно нарваться, ну, мало ли на что. Я тут, знаешь, просто готовясь к этой передаче, я наткнулся на одну из ранних пьес Шекспира под названием «Титандроник», и там у него есть такой персонаж, Арон, он является Мавром, собственно говоря, потом, позже, у него подобный персонаж. То есть, это даже не антагонист главного героя, это скорее, существует такое понятие у театралов «пятый персонаж». Пятый персонаж, это который является не главным героем, не второстепенным, не антагонистом, это «пятый персонаж», который является своего рода таким вот трикстером, который может появляться время от времени для того, чтобы перезапускать или поворачивать сюжет в какое-то нужное русло. Я вот просто... Знаешь, я тебя перебью, у меня был знакомый актер театра Ермоловой, я не знаю, жив ли он, Лёва Любецкий, который всегда был вот этим самым пятым персонажем. То есть, у него был совершенно неповторимый командирский голос. И он играл, но не меньше генерала. Но этот генерал, всё время, он появлялся в каких-то моментах, у него даже фамилии нигде не было. Но он говорил таким тоном, что его невозможно было забыть. И вот этот голос Любецкого, он среди московских актеров звучал чуть ли не как у Бога. Ну, это очень важно. То есть, иметь такую подачу... И он направлял именно. Да-да-да, абсолютно. Он направлял сюжет. Так вот, вернёмся к вот этому Арону. Это действительно одна из ранних пьес Шекспира. И, наверное, самая кровавая из всех, потому что целых 14 убийств. 34 трупа, 3 отрубленные руки, 1 отрезанный язык. То есть, полный инвентарь ужасов. И Арон, кстати, подобно, как и позже в отелло скажет Яго, он говорит там следующее. «Жалею лишь о том, что сделал мало, клянуя каждый день, хоть дней таких немного в жизни у меня бывало, когда бы я злодейство не совершил, не умертвил, убийство не замыслил, не подготовил, не совершил насилие, не обвинил и не дал ложных клятв, не перессорил на смерть двух друзей, скотину безняка не покалечил, гумна ильстога ночью не поджег, хозяев принудив гасить слезами, частенько вырыв из могилы трупы, перед дверьми друзей я ставил, их на коже, их, как на коре древесной, я по латыни вырезал ножом, да не умрет печаль, хоть я и умер, и тысячу я ужасов свершил, так не взначай, как убивают муху, но лишь одно мне сердце сокрушает, что в тысячу раз я больше не свершу. Я это все к тому говорю. Ну, Шекспира на то были свои основания, да, а вот один из наших современников, тоже уже, к сожалению, ушедший из жизни, у него было всего двустишие на тему того, что сейчас происходит, происходило на территории России всю ее историю, и, очевидно, сейчас может возродиться. Это звучало так, как в кафе сидел один Семит и брал чего дороже. Потом пришел антисемит и дал ему по роже. Понимаешь, вот всего, весь Шекспир умещается. Весь Шекспир, да, абсолютно. То есть, вся история конфликта, вся история того, что происходит, сейчас, вот, собственно говоря, вот в этих вот двух строчках. На самом деле, весь этот конфликт, который происходит, происходит, мы ведь прекрасно понимаем, что вот эти вот палестинцы, из-за которых сейчас вот этот вот весь сыр-бор, да, я сейчас не берусь давать какие-то оценки этому конфликту, но они ведь за пределами цивилизованного мира, скажем, в той же Турции, они пишутся не как палестинцы, а как филистимляне. То есть, это как бы продолжение вот этого тысячелетнего конфликта. Но на самом деле, чисто генетически, на уровне, то есть, была выборка, то есть, ученые осмотрели, то есть, изначально на филистимляне это была такая островная цивилизация, которая, ну, они реально были мореходы, они строили сами свои эти корабли, и, скорее всего, где-то мы жили в районе Крита, то есть, где-то там, то есть, они были ближе генетически, наверное, все-таки к элинам, к элинской цивилизации, которая тогда еще только зарождалась. И они действительно высадились на берегу Средиземного моря, и действительно захватили часть земли, земли обетованной, и евреи с ними действительно воевали. Но сегодняшние палестинцы с вот теми филистимлянами на самом деле никакого родства не имеют. Более того, вот эти палестинцы, они, скорее всего, даже не арабы. То есть, там есть смешанные семьи, то есть, но они были смешаны 200 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад. Вот. Смешанные в основном с евреями, которые остались, которые не ушли с этих территорий. Ну, может, ты и прав. Вы профессор воли вашей. Нет, здесь я просто озвучиваю, то есть, народ, который находится на этих территориях, он не мог взяться ниоткуда. То есть, он там находился... То есть, это стадо, оно началось пастись на данной территории, откуда-то явившись. Естественно. Ну, а для того, чтобы внести свои 25 центов, свой квотер в нашу научную беседу, я тебе просто напомню, что речь, если зашла потом появившихся Элинов, то одним из царей еще до Эллады Елейцев был некий Авгий, владелец той самой конюшни, где пасутся наши с тобой коняшки. Ну, а, друзья мои, сейчас мы прервемся на рекламную паузу, мы заглянем с Егором в свои конспекты, чтобы и дальше производить на вас высокоразумное впечатление. И продолжим нашу беседу, так что не переключайтесь. Травма, несчастный случай? Звоните 1-800-EXIDENT. На улице или в помещении, в доме или на рабочем месте. 1-800-EXIDENT. Максимальные выплаты и решение всех проблем. 1-800-EXIDENT. Мы вам поможем. Консультация бесплатна. Гурме Айланд, многопрофильный продуктовый магазин на Астетен Айланд, предлагает ко дню благодарения большой ассортимент продуктов, кулинарии, полуфабрикатов, а также цветов, декоративных растений и украшений. Здесь вы найдете все необходимое для праздничного стола в кругу своей семьи. Принимаются заказы на приготовление турки. Гурме Айланд, 2107, Ричмонд Род, телефон 929-577-4333. Центр диализа Си-Крест проводит процедуры очищения и фильтрации крови, вывода из организма излишней воды и токсинов. Если вам или вашим близким нужна эта жизненно важная процедура, вас ждут в диализ-центре Си-Крест в Бруклине. Процедура проводится на новых современных аппаратах, в комфортных условиях и под наблюдением специалистов. Центр диализа Си-Крест. Уход, забота, внимание и комфорт. У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьева зубов нет, ему терять нечет. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535. Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа «Бэк ту лайф» направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-63-63. «Бэк ту лайф» «Возвращение к жизни». Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на святую землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпожи Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год. Ресторан «МАЭД» гордится изысканной кухней и эксклюзивными блюдами исключительно из органических продуктов. В «МАЭД» проводятся мероприятия для детей и взрослых. Ваше неповторимое торжество пройдет в уникальной обстановке с дизайнерским оформлением по вашему выбору, а кулинарные шедевры ресторана удивят вас и ваших гостей. В «МАЭД» работает крафт-студия. Более 20 классов для ребят дошкольного и школьного возраста. Приводите своих детей и внуков. «МАЭД» это удовольствие для всей семьи. 929-410-22-99. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение», сегодня посвященную очередному злу, которое началось на месте, на территории еврейского государства и носит, по-моему, уже чуть ли не всемирный характер. Мы с моим сегодняшним собеседником, постоянным участником моих передач на такую тему, вольнодумцем Егором Хохлачевым, разбираем его как понятие любви и ненависти, страха и гнева. То, что его практически тезка Кьеркигор, датчанин, живший в XIX веке, назвал страхом и трепетом. Так вот, мы разобрали, начали с того, что в нашей с ним апокалиптической конюшне, помимо пяти стоявших там коней, причем пятого мы прибавили уже от себя, это был искусственный интеллект, появился шестой, вот эта сказочная сивка-бурка, вещая-ковурка под названием страх, трепет или ненависть, как угодно. Так вот, мы говорим о том, что произошло после 7 октября, которое уже по аналогии с 9, то есть с 10 сентябрем уже называют именно числительными, что произошло в мире и как все это выродилось, а вернее переродилось, а вернее еще прекрасно уместилось в понятие антисемитизма, поскольку речь идет так или иначе о евреях, как жертвах этого мероприятия, и соответственно в ответ на эти жертвы жертвах среди палестинцев. Но у меня вот какой морально-этический вопрос. Итак, есть заложники. Вопрос, который я задаю Егору. Егору. Ну и, конечно, вам. Итак, есть заложники. Идет борьба не на жизнь, а на смерть за их освобождение, то есть за их сохранение живыми прежде всего. И тут же появились мнения, что для того, чтобы справиться с Хамасом, который, как вы знаете, это ограниченное число людей, которые скрываются в трехъярусных подземных тоннелях под городом Газа и под больницами, и под жилыми зданиями, и под чем угодно. Но и, очевидно, заложников они прячут там же. И для того, чтобы справиться с ними, существует несколько тактических и стратегических задач, которые стоят перед Сахалом. Но не проще ли, говорят, прагматики, не имеющие, по-моему, своих детей, просто открыть какие-то шлюзы, в Средиземном море водиться хватит, и затопить все эти тоннели к чертовой матери, но вместе с заложниками. То есть, можем ли мы пожертвовать вот этими двумястами с чем-то людей во имя, возможно, избавления всего Израиля, всего иудео-христианского мира, если угодно так говорить, от вот этого страшного зла в виде Хамаса. Нам отвечают, что, во-первых, это негуманно, во-вторых, это бесчеловечно, что перевод слова негуманно, а в-третьих, это совершенно безнадежно, потому что вместо Хамаса возникнет Бабас или Мамас, который может родиться где угодно. Но морально-этическая сторона это в том, я видел сцены по телевизору, израильского телевидения, когда стоят несколько родителей вот этих заложников, и отец, пожилой человек, который держит в руке фотографию, там, я не помню, сына, дочери, или сына с дочерью, и он говорит, мне не важно каким способом, но верните мне моего сына живым. Он обращается к правительству своей страны. Вот это вот моральная, этическая сторона. Я хочу видеть своего родного человека живым, и меня не интересует какой ценой вы сохраните ему жизнь. Или вторая часть, да, я понимаю, я болею за всех евреев, я болею за то, за сё, за правду, за справедливость, и ради этого я готов пожертвовать своим ребёнком. Кто прав? Ну, в этом и есть парадокс того, когда сталкивается общественное и частное, и с одной стороны, люди прекрасно понимают, что, ну, на секундочку, Хамас это одна из ветвей большой протянувшейся террористической сети, в которую входит и Хизбалла, и тот же ИГИЛ, и прочие талибаны, и иже с ними. И, так сказать, попытка отсечь вот эту вот одну голову у Гидры, прекрасно понимая, что на её месте вырастет ещё с десяток голов, ничего не изменит. Поэтому открывать шлюзы, затапливать эти тоннели или нет, безусловно, будет решать на месте руководство. И это, на самом деле, незавидный выбор, потому что то, с чем сейчас столкнулся премьер Израиля Нитаньягу, я даже не могу себе представить, насколько тяжела его ноша, тяжёл выбор, вот это вот, и эта ответственность, то есть, какой выбор сделать, то есть, как правильно поступить, как долго он принимал решения, видел весь мир по началу этой наземной операции, и как действовать дальше, и как ответить, и потому что, безусловно, вся мировая общественность, включая Организацию Объединённых Наций, которая выступила с совершенно непонятным, вялым и каким-то противоречащим себе заявлением. Я абсолютно не завидую сейчас руководству Израиля, потому что они действительно стоят перед огромной дилеммой на фоне того, что происходит в мире в целом. Мою бытность баламутом в бывшем Советском Союзе, я стал косвенным свидетелем такого случая, что начальником Московского Управления Москвы и Московской области по КГБ был генерал Олидин и произошло следующее, что во Внуковском аэропорту трое учащихся профессионально-технического проще говоря ремесленного училища во главе с учителем, учителю по-моему было 25 лет, а им не было 18, они с обрезами захватили во Внуковском аэропорту самолет который должен был лететь недалеко по линии Москва там какой-то подмосковный город за Московскую километров 300 захватили этот самолет предъявили да, застрелили не то пилота не то бортпроводницу еще до вылета вот и предъявили требования что они требуют значит полностью заправить самолет и улететь в Испанию почему в Испанию там никто не понимал да и не разбирался технически это было невозможно потому что с полным баком даже он бы все равно туда не дотянул но все равно поднялся скандал прибыл во Внуково сам Олидин и потом ему за это дали не то боевого кроссного ордена знамя знамени но как-то наградили он с мегафоном подошел к самолету и сказал значит товарищи дорогие захватчики я только что ознакомился со списком пассажиров ни одного стоящего человека взрывайте к чертовой матери но и сами взрывайтесь а если вы сдадитесь я вам гарантирую жизнь этот самый начальник застрелился а ребята все поздавались и мне рассказывал об этом один из них в Лефортовском изоляторе но это был смелый ход то есть я говорю о том что встал практически перед такой же задачей да 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 безусловно то есть ну здесь я думаю что это уже момент упущен к сожалению то есть это можно было я думаю что можно было бы сделать то есть каким-то образом надавить я не представляю себе такого хода не только в Израиле а я ну где угодно потому что мы как бы уже перешагнули по-фромовски да да безусловно но я я именно о том и говорю я говорю о том что я боюсь что мы упустили момент когда можно было бы допустим привлечь к к переговорам более широкий допустим спектр игроков я имею ввиду именно на мировых каких-то площадках да не осталось таких игроков понимаешь если если генеральный директор ООН говорит что вы сами должны понять что вот этот акт 7 октября он взялся не ниоткуда но это вакуум ну да ну послушай история на самом деле творится не в кулуарах организации объединенных наций один из китайских мудрецов сказал что история на самом деле творится пьяным ночью и в постели с женщиной поэтому политика и дипломатия вот то чего мы сейчас на самом деле мы это правило мы утратили мы утратили переговорные какие-то навыки вот те переговорные навыки которые были допустим да даже вот в тех времена застоя которые ты прекрасно помнишь там при Леониде Ильиче да в то время даже существовал какой-то механизм когда можно было договариваться и был прямой телефон допустим в том же Кремле с белым домом хатлайн да и можно было взять трубку и услышать но он и есть только что толку что он есть секундочку что произошло за последние 15 лет мир стал настолько прозрачным что малейшее движение малейший взгляд куда-то в сторону он тут же фиксируется где-то в социальных сетях и так далее и тому подобное среди сильных игроков которые что-то могли допустим где-то надавить ну не исключая не убирать тот же Китай из этой шахматной доски ну неужели нельзя было договориться допустим с тем же Китаем чтобы он надавил на тот же Иран который бы в свою очередь надавил бы на этот Хамас и этого всего избежать или просто чтобы они выдали этих лидеров то есть решить это все вот таким вот путем не ставя даже общественность в известность о ходе всей этой операции я не знаю помнишь ты это или нет но при товарище Андропове который руководил соответственным комитетом произошел некий казус на Ближнем Востоке тогда руководил организацией освобождения Палестины товарищ Арафат в общем там захватили заложниками непонятно ради чего по моему сотрудников советского посольства или консульства в одном из городов Ближнего Востока и получилось так сказать Михаил Андреевич Суслов возмутился как же так мы ратуем за национально освободительное движение а тут проявляются такие нехорошие выпады по отношению к вашему старшему брату Советскому Союзу на это значит об этом было доложено на заседании политбюро а Андропов входил в эту организацию он принял свои меры и через считанные дни одному из руководителей организации освобождения Палестины в буквальном смысле отрезали тестикулы и эти тестикулы значит преподнесли Арафату тут же все было решено на тихо и мирно на этом кто-то потерял извините за выражение яйца но мир был избавлен от зла то есть волевые решения в какой-то степени оправданы чем бы они не диктовались если мы возьмем сказочный эпос то будь то Ершовы или братья Гримы то там есть один вечный сюжет что появляется чудовище которое угрожает царству государству и требует чтобы ему каждый день каждую неделю или каждый месяц отдавали по девушке невинной которую он там значит истязает дефлорирует или съедает это уже не важно вот использует подозначение безропотно да безропотно подчинялись пока не появлялся добрый молодец на этой самой сивке-бурке ланцелот и спасал убивал понимаешь то есть данной ситуации это цахал во главе с его там спецназом так и раньше это было и очевидно дальше это будет то есть спасает в какой-то степени только сила и вот то что сейчас предлагают уже миротворцы со всего мира дать паузу сделать передышку вот вчера у нас были третьи дебаты претендентов на от республиканской партии на белый дом в следующем году их было пятеро они расходились в разных мнениях но по отношению вот к этой ситуации ни один не сказал что давайте повременим все говорили давайте дадим Бибе возможность сделать то чего он хочет сначала разберемся с Хамасом а потом будем решать остальные дела вселенского масштаба но конечно постараемся освободить заложников да но этот разбор с Хамасом он выглядит просто как показательная порка потому что просто раскатывается город просто равняется с землей и предмет последующих переговоров он не имеет под собой уже просто никакой основы то есть с другой стороны то есть нужен выплеск вот этой вот скопившейся эмоции а именно скопившейся ненависти именно по отношению к тому что произошло то есть нужен просто вот этот вот ответный выплеск ненависти то есть пусть Биби раскатывает эту газу чтобы там не осталось ни одного дома ни одного дерева чтобы там была просто выжженная пустыня получается так они выжигают не все дома там совершенно четкая карта города где оперативными данными данными разведки данными спутниковой связи чем угодно но там собраны данные где находятся и командные центры и центры запуска ракет и когда засекается дом в котором шесть этажей и на четвертом этаже заседают хамасовцы а сверху и снизу живут простые люди то израильтяне предупреждают граждане жители дома номер 14 по улице имени Есира Арафата вам предлагается завтра в 4 часам утра взять свои манатки и выйти потому что этот дом будет разрушен вместе с живущими на четвертом этаже гражданами что идиотизм потому что они тоже предупреждены этой же самой естественно конечно и этот дом сметается слюха земли учитывая что арабская манера постройки они же строят не по европейскому стилю они же просто лепят эти дома друг к дружке как эти самые фавелы как эти трущобы поэтому попасть в какой-то конкретный дом просто не представляется возможным но на самом деле мы обсуждаем не это мы говорим я опять-таки говорю морально-этическая сторона стоит больница в которой лежит я не знаю 200 или 2000 больных а под этой больницей ракетная площадка там я не знаю или склад боеприпасов поступает команда ребята освободите потому что больница будет уничтожена ради того что под ней иначе не получается на что следует ответ а мы не успеем перевести всех больных у нас нет столько машин скорой помощи у нас нет а некоторые больные подключены к аппаратам искусственного дыхания мы не можем а те говорят а мы не можем ждать что делать ну я возникает взрыв или не взрыв но практически там я не знаю погибают невинные люди я к сожалению военной специальности не имею поэтому да я тоже я не признаю я у меня я в всех сумасшедших домах перележал я могу только предполагать что что здесь можно то есть может быть более стремительно проводить да нет это человеческая проблема убивать ли больных ради того чтобы спасти здоровых естественно слушай именно поэтому сейчас вот так сказать происходит все эти демарши и в той же Европе и в той же Южной Америке и на на Ближнем Востоке но педата в том что в результате этой проблемы и в эти демарши входят люди оболваненные практически я не знаю досмотревшиеся вот этих страшных картин именно именно но к сожалению та статистика которую допустим предоставляет тот же самый Красный Крест где он указывает что гибнут его его сотрудники или тоже ООН которая указывает что погибли представители организации объединенных наций к сожалению то есть это люди которые вроде бы направлены туда для наблюдения за конфликтом но люди которые просто попадают под эту самую горячую руку и рецепта к сожалению сейчас нет никакого и вот эту дилемму или этот трилемма даже понимаешь то есть каким образом то есть или все это решить то есть решить окончательно и как ты начал вторую часть нашей с тобой передачи затопить к чертовой матери все эти туннели трех уровневые понимаешь не не жалея тех похищенных заложников которые находятся сейчас в лапах если они там даже находятся потому что даже не факт что они живы еще понимаешь все это все это выбор нынешнего политического руководства Израиля и это все будет политическое руководство Израиля едино как никогда за последнее время это правда уже свой выбор сделала это правда потому что то что на самом деле происходит с руководством так называемой палестинской автономии насколько я вот слежу за новостями весь этот Хамас он абсолютно не подконтролен и так сказать видал он этого Аббаса в белых тапках вот я завершу нашу передачу а вернее подведу к ее концу еще одной цитатой одного достойного человека в психологии есть понятие темная тетрада которая включает в себя личностные черты людей склонных к агрессии и антисоциальному поведению одна из них нарциссизм психологи полагают что некоторые люди считают себя великими особенными и полагают что другие должны ими восхищаться и уважать их если восхищение они не получают то начинают вести себя конфликтно и беспринципно другая составляющая черта темной тетрады макеавелизм она была названа в честь макеавели политика эпохи итальянского возрождения который утверждал что для достижения цели можно использовать любые средства в том числе манипуляции лесть и ложь вот советы политическому руководству кто-то из них следует одному кто-то следует другому наш президент отреагировал на это немедленно заявив Биби сначала лично когда он на 5 часов прилетел в Израиль а потом по телефону что Соединенные Штаты прежде всего поддерживают Израиль с самого начала его существования и до сих пор окажут ему всемирную помощь и что было доказано его решением прислать две авианосные группы то есть с одной стороны он повел себя молодцом но с другой стороны Байден есть Байден а флип-флоп есть флип-флоп и после этого уже начались призывы к этой самой паузе наш госсекретарь начал мотаться туда-сюда по Ближнему Востоку пытаться договориться но все это опять-таки не знаю макеавелизм это или какая сторона темной тетрадки нет просто на самом деле у нас осталось очень мало времени и к сожалению мы не успели если бы у нас был бы еще час мы бы еще бы продолжили говорить о природе ненависти и не только в аспекте вот этого арабо-израильского конфликта но и допустим в каких-то частных моментах просто говоря о том что вот это ненависть и будет ли третья мировая война мы поговорим в следующий раз наши друзья мои нам остается только пожелать вам всего хорошего поблагодарить за внимание и пообещать к сожалению что скорее всего в нашей конюшне появится очередная лошадка спасибо Егор спасибо всего хорошего дамы и господа до следующей встречи в эфире субтитры Продолжение следует...